Добрый день, дорогие друзья! Искренне хочу сказать, приятно много побывать в родном университете, в нашем родном военмехе, а тем более приятно услышать о новых достижениях этого вуза. Ну, сегодня особый повод открываем выставку, которая посвящена юбилею, то есть по самолетию примесленного училища царевича Николая, это учебное заведение тоже внесло большой вклад в судьбу России, и его выпускники, преподаватели проложили дорогу к новым будущим свершениям отечественного образования, науки и, конечно, промышленности, и в первую очередь оборонной промышленности, которая стала флагманом для других отраслей. Вот в этот год, вот в 70-летие Великой Победы, мы, конечно, будем вспоминать страницы истории, истории этого великого подвига нашего народа, будем вспоминать тех, кто сражался на фронтах, и будем, конечно, вспоминать тех, кто работал в тылу, создавая оружие для Победы, вспоминать и рабочих, конструкторов, инженеров, конечно, будем вспоминать и Наркома обороны промышленности военных, Леонидовича Устинова, имени которого назван университет военных и военных города носит это имя. Вы знаете, вот сейчас, конечно, и Россия, и Европа, и весь мир переживают непростые времена. Одна группа политиков, группа западных стран, по сути, развела новую холодную войну, и они пытаются забыть уроки истории, ну и совсем не хотят слушать голос разума. Одновременно мир переживает глубокие трансформации, изменения мировой архитектуры. Мир уходит от однополярной концепции мира, от концепции, когда гегемоном дадим выступало одно государство, Соединенные Штаты Америки. Причем политика этого государства за последние 20 лет принесла большое количество жертв в разных странах мира. Сотни тысяч жертв в Афганистане, в Ираке, в Югославии, в Сирии и, к сожалению, теперь уже на Украине. Вот и в условиях такой трансформации, конечно, для нас, для России важным является укрепление оборонно-промышленного комплекса, военно-промышленного комплекса. И ключевую роль в этой политике, конечно, играет подготовка квалифицированных инженерных кадров для оборонной промышленности. И почти 90% выпускников военно-меха как раз это специалисты, инженеры, конструкторы, будущие конструкторы для предприятий оборонно-промышленного комплекса в России. Ну и вот сегодня я находился здесь, в одном войне, и я, знаете, острым чувствую и связь времен, и ощущаю, надеюсь, вместе с вами и проводу того, что мы в России делаем. Я хотел бы пожелать всем вам хорошего, успеха, и вместе с вами с удовольствием смотрю эту интересную жизнь. Спасибо.